всем привет с вами лайф тв наталья антонова испытание на пути к счастью развод с известным актером 5 сыновей и уход из профессии подпишись на канал жми на колокольчик ведь мы приготовили много интересного для тебя наталья антонова пройдя определенный путь стала любимицей миллионов ее лирические героини легко заставляют плакать всю страну актриса тяготится таким амплуа и с радостью принимает приглашение в проекты где и предлагают характерные роли родилась артистка под знаком зодиака рыба в 1974 году в москве отец военнослужащий мать по специальности филолог-педагог работала учителем начальных классов чтобы присматривать за дочками у натали есть младшая сестра примеру девушек последовал и двоюродный брат олег масалёв он окончил щукинское училище однокурсник станислава дужникова марии куликовой служил в российском академическом молодежном театре и театра снимается в кино и работает спортивным комментатором на матч-тв и кхл-тв наташа росла веселым задорным ребенком любящим подвижные игры когда девочка играла с мальчишками в футбол и стояла на воротах очень переживала ведь роль голкипера в команде наиболее ответственная в детстве антонова не задумывалась об актерской карьере мечтала стать балериной а после школы поступила в гуманитарный университет на продюсера однажды подруга марина пригласила ее в линком и в сознании натали и все перевернулось увидев финальной сцене спектакля дмитрия марьянова она поняла что тоже хочет вызывать зрители эмоции выйди из театра девушка первым делом спросила у марины в какой студии то занимается а в дальнейшем пересмотрела все линкомовские постановки родители узнали об изменении планов дочери за месяц до вступительных экзаменов отец считал что актриса профессия неприличная мама была уверена что поступить в театральный безблата невозможно однако девушку приняли сразу в щукинская щепкинская школу студию мхат антонова выбрала первый вуз училась вместе марии порошиной екатериной решетниковой ольгой будиной и еленой захаровой как показала дальнейшая биография наталии диплом продюсера ей не пригодился хотя коллеги узнав о втором образовании актрисы предлагают сделать какой-нибудь проект но антонова признается в отсутствие организаторских навыков и желаний контактировать с режиссером в плане творчества они техники в личной жизни наталью окружают пять мужчин сыновья и супруг николай семёнов детей актриса не делит на родных и чужих старший сына артем родился в браке с александром вершининым молодые люди познакомились на съемках ленты о жизни и творчестве поэта алексея кольцова на заре туманной юности где александр играл главного героя а наталия его возлюбленную через три месяца пара поженилась а через пять лет рассталась развод антонова тяжело переживала еще и потому что союз осветили в церкви сложности возникли в материальном плане порой не хватало денег доехать до театра приходилось занимать у соседки но востребованность актрисы в кино и на сцене помогла преодолеть трудности артем пошел по стопам родителей окончил театральный колледж олега табакова снялся в сериалах штрафник скорая помощь от ненависти до любви лев яшин вратарь моей мечты наталья зная о сложностях профессии поначалу отговаривала сына но виде его упорство помогла подготовить вступительную программу сегодня семейный тандем периодически играет на одной сцене молодой человек живет отдельно как и сводный брат антон сын николая пошел по юридической стезе знакомство антоновой с будущим мужем подстроила светлана пригласила обоих на дачу семёнов врач гинеколог бизнесмен еще за шесть лет до первой встречи увидел по телевизору кадры с натальей и подумал о том что эта женщина будет его женой и нашлись общие друзья однако на этот раз артистка в загс не спешила пометуя о совете бабушки что человека надо сначала получше узнать влюбленные год жили порознь антонова отлучалась на свидание и однажды маленький артем заявил что пора бы маме определиться где она ночует николай и наталья сняли квартиру куда переехали вчетвером в годовщину знакомства в мае 2005 сыграли свадьбу семью скрепила состоявшийся в 2016 году с разрешения патриарха венчание и рождение погодков никита и максима осенью 2018 актриса поделилась в инстаграме новостью о предстоящем пополнении в семье причем антонова с удовольствием демонстрировала изменение фигуры на фото в облегающем платье купальники имя мальчика появившегося в декабре родители до сих пор не раскрывают вынашивая третьего ребенка наталья набрала лишние килограммы вес привычных 55 килограммов увеличился до 86 килограммов при росте в 172 сантиметрах задуматься о внешности антонову заставили словам уже о том что он полюбил красавицу а то что видит теперь ему не нравится поначалу актриса обиделась а потом отправилась в шоу танцы на льду и за полтора месяца похудела катаясь на коньках по два часа в день каждое утро антонова начинает с пробежки потом зарядка тренажерный зал и бассейн актриса сторонница раздельного питания еще в молодости исключила из меню мучное сладкое фастфуд и алкоголь поскольку лицо это главное оружие наталья следует советом косметолога предпочитает пользоваться белорусской или японской косметикой увлекается фейсбилдингом и рада что не нуждается в услугах пластических хирургов семья артистки живет за городом близость земле и природе помогает антоновой восстанавливать силы после работы и заряжает энергией сначала супруги снимали дом потом купили участок и построили собственное жилище отделку доверили архитектору но женщина растратила выделенные на ремонт средства чтобы добавить денег наталья с мужем продали одну квартиру и решили что им по силам самим реализовать мечту не зря ведь говорят что ремонт это проверка чувств позже наталья привела на съемочную площадку боевика бригада артема однако из-за сильной усталости и раздражительности ребенка она решила прекратить актерскую деятельность сына посчитав что его здоровье намного важнее любых денег и славы в 2003 году актриса стала известной в масштабе страны благодаря роли полины в сериале другая жизнь по сюжету целеустремленная умная общительная девушка из маленького провинциального городка приезжает в москву чтобы начать новую жизнь после этого антоновой предложили роль княгини екатерины долгоруковой любовницы александра второго в сериале любовь императора снятом по мотивам романа валентина озернякова наталья великолепно справилась с ролью несмотря на некоторые трудности актриса вспоминает что одну сцену сняли с шестого дубля поскольку из-за непривычного наряда она не могла сесть в карету путаясь в платье и падая после этих ролей антонова участвовала в съемках сериалов и фильмов где и предстояло играть успешных и красивых девушек например в киноленте строптивой мишень наталья сыграла дину жену бандита которая попадает в передрягу а выбравшись из нее встречает свою настоящую любовь через год актриса получила роль талантливой художницы виктории в сериале происки любви украинского режиссера олега гойды в 2008 в его же сериале сюрприз здесь наталья сыграла роль женщины которой пришлось делать тяжелый выбор ради любви наталья антонова считала что люди устали от надоевших драм и детективов следовательно публика нуждается в чем-то развлекательным именно поэтому она снялась в новогодней комедии режиссера павла бардина чертова дюжина заметной была работа в картине метод фрейда в многосерийном детективе антонова сыграла следователя анну кораблину который в отдел по блату присылают талантливого сыщика самоучку по прозвищу фрейд между главными героями зарождаются теплое чувство перерастающее в любовь главную мужскую роль в сериале исполнил неподражаемый иван охлобыстин сыгравший интеллектуала умело прятавшегося за маской шута в 2014 году на экраны выходит многосерийная мелодрама сильнее судьбы наталья играет роль матери главной героини как только у дочери они стали налаживаться дело в личной жизни мать случайно попадает в передрягу за которую ей грозит восьмилетний тюремный срок в уравнении любви героини антоновой все-таки попадает за решетку когда ради спасения сына берет на себя его вину семья женщину не поддерживает и после освобождения она понимает что не хочет возвращаться домой наталья звезда мелодрам в 2016 году она снялась в лентах беглец и сводные сестры сюжет последние где антонова сыграла главную роль рассказывает о паре которая во время встречи одноклассников сошлась после 25-летнего перерыва все было бы хорошо ведь оба главных героя оказались свободными однако у каждого есть взрослые дочери которые вступают в острый конфликт и заставляют родителей снова расстаться в 2017 году наталья появилась в трех проектах семейные обстоятельства новая жизнь добежать до себя в первом антонова снялась со звездами российского кино константином лавраненко светланы немаляевой анны каменковой и юлей такшиной аси героини натальи в мелодраме счастье можно дарить уже в который раз женщина на чью долю выпадают тяжелые испытания внешне благополучная жизнь меняется в один момент муж предает сын роль которого исполнил артем вершинин попадает в тюрьму премьера фильма состоялась в апреле 2020 как заметили первые зрители он оставляет светлое чувство веры в чудеса сейчас антонова готовится порадовать поклонников детективом о бизнесмене которого считают погибшим в авиакатастрофе а он тем временем воссоединяется со второй семьей главные роли сыграли валерия ланская и антон хабаров название картины возможно изменится потому что новая жизнь это и название проекта с участием дарьи повереновой и эвелины блюдон с снятого марией ефремовой имя актрисы значится в титрах сериала приставы рассказывающего о работе и личных взаимоотношениях представителей подразделения по взысканию долгов в ленте владимира на хабсиева младшего задействованы андрей чадов алексей гришин владислав котлярский еще до болезни успела здесь снятся анастасия заворотнюк те кто предпочитает театральные постановки могут увидеть наталью в спектакле продюсерской компании аметист идеальная жена в комедии положений также играют мария порошина илья древнов и татьяна абрамова идея перенести на сцену действие знаменитой комедии любовь и голуби принадлежит наталья громушкиной которая комплоа актриса добавила режиссуру и продюсирование она играет дочь главных героев антонового создает образ блистательно воплощенный на телеэкране людмила игурченко